всем привет дорогие друзья сегодня у нас в меню настоящее итальянское блюдо решила приготовить каннеллоне с рикоттой и шпинатом давайте пробовать получается очень вкусно начинаем для начала нарезаю чеснок мелко у меня пол такого крупного чеснока где-то 5 4 5 зубчиков обычного дальше в сковородку разогретую уже наливаю оливковое масло добавляю чеснок немножко его обжариваю на оливковом масле также сюда добавляю свежий шпинат у меня baby шпинат около 250 грамм и вот таким образом его полностью тоже обжариваю до вот такого состояния шпинат отставляю в сторону чтобы он остыл а тем временем занимаюсь томатным соусом сковородку наливаю масло добавляю немножко свежего базилика очень классно сочетается с томатами немножко совсем его обжариваю и добавляю пассерованные томаты добавила около 300 миллилитров хорошенько все перемешиваю добавляю конечно же соль немножко черного перца и тушу до готовности где-то минут 10-15 под крышкой на низкой температуре пока остывает и соус и шпинат решила приготовить начинку для наших каннеллоне у меня упаковка вот такого сыра рикотта решила также добавить филадельфию с травами у меня оказалось она в холодильнике можете не добавлять можете просто сделать с рикоттой также сюда добавляю шпинат остывший его можно перебить в блендере или можно вот так измельчить хорошо ножом как это делаю я чеснок отлично сюда тоже подходит поэтому оставляю его в шпинате добавляю шпинат к сыру также сюда добавляю конечно же соль немножко черного перца все хорошо перемешиваю отставляю в сторону и сейчас давайте приготовим соус бешамель добавляю около 20-30 грамм масла сливочного уже горячий сотейник хорошенько венчиком его разбиваю затем сюда добавляют три столовые ложки муки и хорошенько все перемешиваю венчиком чтобы не образовывалось комочков постепенно доливал молоко молоко у меня не сильно холодная но комнатной температуры ушло у меня около 200 250 миллилитров молока хорошенько все постоянно помешиваю венчиками вот такой красивый глянцевый соус получается в конце добавляю чайную ложку мускатного ореха все перемешиваю оставляю соус остывать теперь беру вот такой вот пакет для выдавливания и добавляю туда всю начинку так будет удобно заполнять каннеллони на низ формы выливаю немножко томатного соуса и теперь заполняем каннеллони вот таким образом получается очень быстро и удобно вот столько каннеллони у меня вышло разложила их форму и теперь добавляем соус сверху бешамель также сюда добавляющую сверху томатный соус еще немножко бешамеля сверху если у вас останется немножко и того и того соуса вам покажется что этого слишком много можете их не добавлять меня ушли практически этот этот соус полностью сверху конечно же присыпаю сыром моцарелла и купила сразу готовый тертый сыр и отправляю в духовку перед этим накрыв фольгой духовку я разогрела до 180 градусов запекалась все это около 30 минут затем сняла фольгу и еще 5-10 минут до румяной корочки такие каннеллони с сыром и шпинатом получаются очень вкусными нежными очень насыщенными очень чувствуется запах базилика запах шпината так что готовьте надеюсь вам рецепт понравится вот такое красивое блюдо у нас получилось спустя 40 минут и можно уже наслаждаться приятного аппетита спасибо что готовите вместе со мной не забывайте подписываться всем пока